Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В октябре 2021 года моя мама умерла в больнице от остановки сердца, диагноза стримфлак, неокарда, геморрагический инсульт. Я до сих пор не могу избавиться от очень сильного чувства вины в связи со смертью мамы из-за того, что настояла на отправке его в больницу, а также из-за того, что не забрала маму из больницы домой, досрочно под свою ответственность. Может быть, в этом случае мама бы осталась жива. Во-первых, я вам соболезнен, я соболезнен вашей, ну, вашей потери, вот, очень жаль, что, ну, очень жаль, что в такой ситуации оказались, очень жаль, что вам, так скажем, пришлось это пережить, вот. вот, но, честно говоря, не совсем, пока что, понятно, откуда у вас такая информация относительно того, что если бы вы маму свою забрали из больницы, вот, с ней было бы всё хорошо. То есть, как бы, ну, почему вы так решили? то есть, что вас, что вас, ну, в этом смысле наводит на такие мысли? Вот. 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 Вы сейчас оперируете теми фактами, которые стали известны уже после принятия вами других решений. Ведь на тот момент, когда вы принимали это решение, оно вам казалось, ну, самым лучшим, оно вам казалось самым очевидным. А если бы вы знали о последствиях, то вы бы приняли другое решение. Но вы не знали, и вы выбираете, выбирали просто наилучший вариант. И это нормально. Мне кажется, что в этом смысле вы себя вините, потому что считаете, что у вас был выбор. Но на самом деле в критических ситуациях выборов у человека нет. В критических ситуациях человек поступает, как ему кажется, наилучшим образом. Но из-за того, что сознание более энергично, чем реальный мир, то когда появляются последствия этих решений, сознание человека требует корректировки своего поведения в связи с этими новыми последствиями, с этими новыми фактами, но уже ничего не вернуть, уже ничего не исправить. Потому что, ну, вот такой мир, да? И это нужно увидеть, что вы требуете от себя, ну, по большому счёту, невозможного за счёт инертности сознания своего. Это первый, но очень важный момент. Второй очень важный момент заключается в том, что чувство вины, ну, перед мамой, связано с тем, что вы не прожили, так скажем, извинений. То есть вам бы вот взять, так вот, искренне, да, искренне извиниться. Перед, ну, допустим, перед ней. Да, то есть, ну, просто взять и максимально искренне извиниться. Вот. Вложив в это свою душу, представляя свою маму и так далее. Вот. Я думаю, что чувство вины связано с тем так же, что, ну, были нарушены, как мне кажется, ваши личные границы когда-то. то есть, может быть, вы делали то, чего не хотели делать. Может быть, вы как-то вот, ну, не знаю, прогибались перед, ну, перед мамой, да. То есть, ну, прогибались тут, прогибались тут не в смысле, да, вот чего-то такого плохого, да. А, ну, прогибались в смысле, что, вот, делали там то, как, как вот, ну, для нее лучше, да, вот, но при этом как-то вот, игнорируя при этом, например, ну, допустим, свои предпочтения какие-то. Вот. То есть, чувство вины не возникает на ровном, на ровном, как бы, месте. Вот. Чувство вины, оно, ну, не появляется из ниоткуда. И вот это очень важный момент. Это очень важный момент, на который вы, как мне кажется, не обращайте внимания. Это, конечно же, вопрос, касающийся вашей, в какой-то степени, веры. То есть, что значит вопрос, касающийся веры? Вопрос, касающийся веры, означает, ну, как бы то, что вы верите. То есть, вам очень поможет, например, если вы, допустим, ну, будучи верующим человеком, да, ну, обратитесь к маме, вот так, как будто бы она, ну, смотрит, наблюдает за вами. Вот. И попросите на обращение. Если вы верующий человек, то, ну, вы знаете, что мама была в курсе того, что вы хотели для нее только самого лучшего, и она на вас не злится. Вот. Это вот, ну, такой аспект. Очень важный аспект, кстати говоря. Понимаете, понимаете, да? А если вы не верующий человек, то сейчас скажу, возможно, не очень приятную вещь, но вы злитесь на маму за что-то. То есть, это, вот, про злость чувства вины, это про злость, это, вот, как бы, обращение какой-то злости, обращение сигнала стоп внутрь себя. Это тоже очень важно понимать. Злость. Но злость-то нужно заметить в себе. Злость-то нужно позволить быть. А штука в том, что, как мы можем злиться. Да? Вот. Еще один важный момент, тоже на который хочу обратить ваше внимание. Конечно, меня здесь могут понять, ну, приврат. Но ваше чувство вины вполне может быть связано с тем так же, что вы чрезчур, чрезмерно были привязаны к своей маме. То есть, что такое чрезмерная привязанность к маме, да? Зависимость. Именно зависимость. И это тоже такой достаточно важный аспект. Да? То есть, это вот некая такая, ну, как правило, болезненная привязанность к человеку. Вот. Или не очень болезненная привязанность, то есть, тут зависит уже от, ну, от разных факторов это зависит. Но правда в том, что какая-то привязанность, ну, какая-то привязанность присутствует. Так или иначе. Наконец, чувство вины связано с тем, что я себя как-то вот не люблю. Чувство вины связано с тем, что я, ну, как-то вот не очень в этом смысле отношился к себе гуманно. Вот. Ну, я человек, я хотел как лучший. А, я ошиблась. Вот. Чувство вины – это про то, что мы теряем, когда теряем человека. То есть, понимаете, как бы, ну, что есть вина, да? Вина – это, по большому счёту, самое наказание. Самопечивание. А за что я себя печую? За то, что вот мамы больше нет. А, как бы, почему я себя так сильно печиваю? Потому что её больше нет. И для меня, для меня тоже чего-то больше нет. Вот. Потому что, ну, все люди умирают. Да? Как бы, ну, вот. Все люди умирают. Любой человек может умереть. В общем-то, ну, по сути дела. Чуть ли не в любой момент. А я как-то вот отказываюсь этот факт принимать. Я этот факт не принимаю. Мне этот факт принять сложно. Да? Почему? Почему? Почему мне этот факт так сложно принять? Что вот, ну… Что вот, ну… Что… Ну, что может умереть. Человек. В любой момент. А, так сложно этот факт принять. Именно… Именно… По тому… Именно… А… Именно… Именно по тому… Этот факт сложно принять. Что вместе… А… Вместе со… А… А… Ну… Как бы… Вместе со смертью… Человека… Я теряю что-то. Сам. Ну… Сама. В вашем случае. Сама. И… Что вы теряете? Это на самом деле такая вот эгоистичная нотка. Она нормальна, но… Мы себе… Эм… Как бы запрещаем. Ну, вот… Как правило, да? Мы себе запрещаем это. Ну, такие мысли о том, что вот… Я могу… Там… Переживать из-за… Вот… Смертью кого-то близкого. Потому что я что-то… Ну, что-то вот… Теряю для себя. Это признать действительно нелегко. Подробно признать. На самом деле, нелегко. Но… Необходимо это признать для того, чтобы увидеть аятра. Я-то… Я по-сама… Чего хочу. Мне по-самой… Что нужно. Вот. Понимаете, какая штука? То есть посмотреть на себя. И вот… Если помните… Я как раз говорил о привязанности. Вот… Привязанность… Это… История… Про то, что я не могу… Смотреть… Не могу посмотреть на себя. Я… Я могу… Посмотреть… На себя. Только через… А… Призму… Другого человека. То есть я могу любить себя только… Только… А… Ну… Посред… А… Только посредством другого человека. А… К… Любви… К… Человеку… Это отношение никакого не имеет. Давайте сразу… Мы с этим определимся. На всякий случай. Чтобы… Ну… Не было… Эээ… Каких-то вот… Ну… Недопониманий. Да. Вот. То, о чем я говорю. Да. Это… Ну… Безусловно… Может быть неприятно. Да. Вы можете… Как бы… Вы можете с этим не соглашаться. Я вас… Прекрасно понимаю. Ну… Но… Как бы… Корни вины… Корни чувства вины… Они вот… Как бы идут от этих аспектов. Эээ… Конечно… Эээ… Мы здесь говорим о том, что… Эээ… Потеря близкого… Это… Конечно же… Травма. Всегда. Это не может не быть травмой. Это больно. Но… На… На мой… Эээ… На мой взгляд… Эээ… Проживать потерю… То есть… Оплакивать… Человека. Это… Одно… Вот… Одно дело… Оплакивать… Человека… Потому что… Ну… Это наше… Эээ… Близкий… Любимый… Родной… Человек… Эээ… Его больше нет. Это нормально, что мы… Эээ… Эээ… Оплакивать одно… А вот предъявлять претензии к себе – другое. Это уже не про… Любимого человека. Вот. Ну… И… Эээ… Здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что… Эээ… 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 Ээээ… Эээ… Эээ… Ээээ… Ээээ… Эээээ… Ээээ… Эээээ… Ээээ… Эээээ… человеку нужно прожить. Вот, все эти стадии человеку нужно прожить. Если эти стадии человеком не проживаются, то в общем и целом, ну, как бы, ничего хорошего не происходит, человек застревает на какой-то стадии и дальше не идет. То есть, речь идет о проживании, эмоциональном. Когда я присутствую в том, что я чувствую. С другим человеком. То есть, тот же вопрос еще, очень важный, касается вашего окружения. Если в вашем окружении люди, которые могут адекватно ответить вам на вашу, на вашу, на вашу, ну, вот, так скажем, на вашу боль, да, да, на вашу, ну, на вашу, на вашу, ну, болезнь, так скажем. То есть, если вам с кем эту ситуацию проживать, вот. А если нет, если нет, не с кем, если не с кем эту ситуацию проживать, то вот в таком случае, конечно, ничего удивительного в том, что вы застреваете, на, ну, вот, на этой, на этой стадии, да, на какой-то из стадий. Нет. Ничего удивительного в этом нет. А тут нужна, да, действительно, тут нужна помощь, вот, психолога как раз, для того, чтобы вам в этом помочь, вот, чтобы вы это, ну, чтобы вы в стадии, вот, ну, прошли. Сейчас на данном, на данном этапе я бы сказал, что вы, вот, ну, застряли. Я бы сказал, что вы застряли. К сожалению, большому, к большому сожалению, вы, вот, застряли. И вам нужна терапия, вам нужна психотерапия, вам нужна помощь. Вот именно помощь в проживании. А не находить в себе оправдание. Попробуйте увидеть, попробуйте спросить себя, чего я хотела, когда поступала, вот, так, так, как поступала. Чего я хотела, именно. То есть, ну, вот, что для меня было важно, когда я делала, то, что делала. Что для меня было важно, и, а, что для меня было, ну, как бы, ценным. Вот здесь. что я хотела, что я хотела сделать. На это я бы, хотел бы обратить ваше, конечно же, внимание, потому что, на мой взгляд, вы забываете, вы забываете о том, как бы, что вы хотите. На этом все. Буду благодарен за обратную связь, по вашему ответу, точнее, по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.